Шамана нагадала Ванга. Зачем русскому певцу помощь болгарской ясновидящей? Всем привет, с вами новостная вырезка. Спасибо, что остаетесь с нами. Певец Ярослав Дронов, известный как шаман, довольно парадоксальное явление. Своей прорусской позиции он выбивается из слащавой и бестолковой попсы. Но с другой стороны, все равно является частью шоу-бизнеса. И на него необратимо влияют законы этой тлетворной среды. О том, как Вангой пытаются то ли очернить, то ли возвысить известного певца, поговорим в этом видео. Ну а вы пока ставьте лайки и не забывайте подписаться на наш канал. Байка, будто знаменитая болгарская прорицательница Бабка Ванга предсказала появление русского шамана, муссируется с завидной регулярностью с прошлого года. С тех самых пор, как Дронов зажег всю страну своим хитом «Я русский». Дескать, слепая провидица тогда сказала «Белый шаман спасет Россию». При этом сам Дронов, видимо, не вполне разбираясь в сути вопроса, не пытается отряхнуться от этой глупости, как отосевший на штанах пыли. В интервью журналисту Андрею Малахову шаман, имея в виду пророчество Ванги, заявил «Возможно, я именно тот, о ком она, Ванга, говорила». Выбирая псевдоним, я не опирался на ее слова о «Белом шамане». Идею подсказали фанаты, которые под клипами и песнями в социальных сетях писали завораживающий голос, магический вокал и все в таком духе. Как ты стал шаманом? Почему именно шаман? Ну, мне всегда хотелось взять именно псевдоним в себе, потому что хочется отделить сцену от обычной жизни бытовой, потому что все-таки в быту ты не артист, а в быту ты человек, да? И это всегда, если ты на сцене, артист ты в жизни, потом у тебя одно, это уже постоянно в этом путаешься. Воротилы шоу-бизнеса мгновенно смекнули, что можно соединить сразу два бренда, уже порядком по надоевшую бабку Вангу, пик популярности которой пришелся на 90-е и сверхновую звезду шамана. Робкие попытки Сергея Косторнова, человека, называющего себя кумом Ванги, соскрести имя своей кумы с образа белого шамана не увенчались успехом. Мне кажется, это такой способ раскрутки, и это очень обидно. Не хотелось бы, чтобы ее имя использовалось в подобных целях. Каждый, кто желает себя продвинуть, вспоминает Вангу. Хотя в 99% случаях это хайп. Цитируют слова Косторнова журналиста Daily Storm. Конечно, хайп, а что же еще? Другое дело, что от таких методик раскрутки хочется взяться за голову. Неужели шаман туда же? Казалось бы, только у нас наконец-то появился собственный русский поп-идал. Как его тут же пришили суровыми нитками к болгарской ясновидящей. Неужели нельзя обойтись без этого? Ведь дронов нам дорог. Конечно, он тоже часть поп-культуры. Пусть и его творчество далеко от всяких там высоких стандартов. Однако ведь шаман свой, за русских. У шамана объективно сильный голос, хорошие мелодии, и в целом это отличная, качественная поп-музыка. Конечно, его внешний образ далек от образа брутального русского воина. Но для этого есть другие исполнители. Для своей младежной и преимущественно женской аудитории шаман – то, что надо. И у нас должна быть классная патриотическая музыка во всех жанрах и для разных типов аудитории, пишет автор одного из телеграм-каналов. Ему подпевают стадионы, его песни исполняют на корпоративах, выпускных школах. Его пели даже перед Ким Чен Ыном на концерте Пхеньяне, посвященному 70-летию окончания Корейской войны. Это не рэперы-гедонисты, которых как корова слезала, как только в воздухе запахло кровью и порохом. Не поющие трусы нулевых, не геронтологический центр голубых огоньков. Не так называемые рокеры типа Макаревича, глядящие на русский народ через позолоченный монокль, сидя где-то за рубежом в статусе инагентов. Это что-то свежее и новое, а тут на тебе, Ванга. На всех своих концертах и в клипах шаман неизменно предстает с православным крестом на груди, будто подчеркивая свою веру. Но как вера в Бога может соседствовать с баснями слепой и сновидящей? Русская, как, прочим, и болгарская православная церковь категорически не одобряет пророчества Ванги. Священники в один голос говорят, что, судя по описанию ее состояния, речь идет об одержимости злыми духами. Например, в книге племянницы Ванги Касимиры Стояновой «Правда о Ванге» приводятся слова пророчицы. Когда они начинают говорить во мне, вернее, через меня, «Я теряю много энергии, мне становится плохо, и я долго пребываю в унынии». Она говорит о силах. Их сама Ванга называла большими и малыми, которые нашептывали ей информацию. Разве после визита ангелов человек может пасть в уныние? Племянница Ванги щедро делится деталями общения своей тети с потусторонним миром. Налицо типичные медиумические опыты, известные уже много веков. Лишь иногда мы не могли понять, почему наша тетя бледнеет, почему ей внезапно становится плохо. И из уст ее неожиданно расстается голос, поражающий нас своей силой, непривычным тембром, словами и выражениями, которых нет в обычном словаре Ванги. Пишет Стоянова. Отметим, что предсказания Ванги всегда имели категоричный фаталистический характер. При том, что христианские святые прозорливцы, открывая людям будущее, преследовали исключительно спасительные цели. Через покаяние и отвращение от греховной жизни, через молитву людям давалась возможность избежать бедствий. И совсем другая история у Ванги. Сама Ванга не осознавала, что общается с миром падших духов. Не понимали это и многочисленные ее посетители. От обольщения падшими духами спасает благодатная жизнь в многовековом опыте христианства. Духовным нервом которого является искреннее и каждодневное исполнение заповедей святого Евангелия. Такая настроенность научает духовному трезвению и уберегает от пагубной прелести. Говорит о Ванге и романах Иов. Ну и что с того? Мы не ставим своей задачей как-то очернить шамана. Наоборот, мы считаем, что даже такой эстрадный патриотизм, который преподносит певец, является одним из самых верных направлений. Не будешь же ты раскачивать современную молодежь песней «Вставайте, люди русские» на музыку Сергея Прокофьева. Тем более сейчас это именно то, что нужно россиянам. Пока испуганные патриоты из Израиля записывают пошлые частушки про неправильных русских, настоящие патриоты собирают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков, снимая ролики на Красной площади. От его песен и посыла уже начало корежить сбежавших из России совестливых товарищей. Ну, вы знаете этих ребят, которые ежеминутно призывали соотечественников каяться за то, что они русские. Там натуральный театр абсурда. И вот теперь весь Тель-Авив вместе с Белиси и Астаной дружно взвыли из-за того, что певец-блондин с русским флагом на рукаве, тут же посыпались абсурдные обвинения о фашизме, хотя парень в своих текстах напирает на сугубо правильные, объединяющие народ вещи. Ребят, вы себя слышите. Клейте ярлыки на людей с не тем цветом волос. А это разве не фашизм? Ну, а мораль сей басни такова. Не клеите ярлыки просто так, даже если вам уж очень хочется. И отстаньте вы уже от Ярослава. Ни с какой вангой он не связан. Никакой он не фашист. И псевдоним его с религией тоже никак не связан. Однако творчество исполнителя пропитано вероподанностью и патриотизмом нового времени. И, конечно же, образ артиста был бы неполным. Без обращения к высшим силам. Ранее он не раз упоминал Бога в своих композициях. А не так давно посвятил целую песню молитве авторского сочинения. В конце января на его канале вышел клип с названием «Исповедь». В нем все соответствует названию. Церковь, крест, храм, священник. Напомню, что по сюжету шаман приходит в храм, где падает перед старцем на колени и протягивает ему ножницы. Затем певцу обстригают дреды, которые были частью его узнаваемого образа. «Исповедь — это мой личный диалог с Богом. Это то, что называется моя личная с ним беседа и моя исповедь перед зрителями. Я не могу иначе. Это мой путь. Это моя жизнь. Это моя судьба», — признался тогда артист. Мне всегда кажется, что я как-то вот мало, мало работаю, мало делаю. Нужно делать еще больше, больше, больше. Потому что настоящее счастье по мне — это отдать. Отдать все то, что тебе было Богом дано, вот если возвращаться к той вот Божьей искре, которая у меня с детства была дана. То есть я обязан ее не просто развить и пронести, но еще и раздать людям. Люди приходят для того, чтобы ты им отдал себя, раздал, чтобы они ушли с этой духовной частичкой себя, чтобы она у них осталась на долгое время. Чтобы не просто они ушли и у них было внутри пусто, а чтобы они ушли наполненными этой частичкой. Такие вот новости, дорогие друзья. А что об этом думаете вы, обязательно пишите свое мнение в комментариях. А также не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всего хорошего.